МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как проходит? Расскажите нам. С самого начала? Да. С самого начала как происходит? Есть сценарий, который разбирают все цеха съемочной группы. Я отношусь к режиссерской группе. Изначально в советском кинематографе моя профессия называлась ассистент режиссера по актерам. Хотя в советском кино функции были несколько другие. Сейчас я кастинг-директор. Я делаю подбор актеров на роли и эпизоды в кино, в сериалах. Изначально как? Разбирается сценарий, выписываются все роли, первые, второстепенные эпизоды, вплоть даже до массовки. И идет поиск актеров. Сначала ищутся актеры на главной роли. Претендентов может быть очень много. Когда выбираются главные герои, под них уже собирается весь остальной ансамбль. Потому что от того, кто утвержден на главной роли, по типажу, по характеру, будет зависеть типаж на все остальное окружение. Так правильно. Иногда бывает, конечно, так ярко прописан второй план, что можно параллельно делать кастинг и первого плана, и второго плана. На второй план, как правило, ищутся яркие, интересные типажи. Потому что второй план, как бы второстепенные роли, это роли небольшие, небольшое появление на экране, оно должно быть запоминающимся. Поэтому, как правило, второй план больше обращает внимание именно на типаж. Чтобы небольшое появление не осталось незамеченным, чтобы был какой-то яркий, интересный типаж. Помимо внешности, внешность это как бы больше в моей части. Второй план еще можно сделать ярким благодаря гриму и костюму. А вот какая, например, внешность актера интереснее для кастинг-директора и вообще для режиссера? Например, красивое, классическое красивое лицо, или какое-то, наоборот, интересное, может быть, какое-то симметричное, не знаю. Ну, конечно, какие-то необычные лица, в плане, вот вы сказали, какие-то несимметричные, какие-то непропорциональные, какие-то с большими глазами, губами, скулами, да, какими-то необычными прическами, кудрявые и так далее. Вот эта вся яркая внешность, конечно, на нее больше всего обращаешь внимание, она яркая, и режиссеры чаще выбирают каких-то более ярких, да. Вот, ну, по крайней мере, на второй план, вот как я вам говорила, точно, как бы, чем ярче, тем, тем, как бы, интереснее. Но существуют же совершенно разные темы, фильмы, жанры и так далее, поэтому, например, для какого-то, там, военного кино это определенные одни типажи, да, особенно Великая Отечественная война, у нас снято фильмов очень много, вот, и там определенный такой типаж, народный, советский, вот такой вот, нам, он очень всем очень хорошо знаком, у нас, да, у всех бабушки, дедушки, в общем, работа на такой картине, она, с одной стороны, не очень сложная, потому что, как бы, ты понимаешь, какие лица должны быть, вот, очень много фотографий, видео, хроники, вот, при подготовке к фильму все это просматривается, все это, как бы, насыщается, вот, воображение такими образами. Но, с другой стороны, тяжело, сложно, потому что уже очень много снято фильмов о Великой Отечественной войне, и, конечно, не хочется повторяться, и поэтому ищешь каждый раз что-то, какое-то новое решение, какие-то интересные ансамбли актеров, или ищешь каких-то неизвестных актеров, вот, чтобы как-то, вот, не повторяться уже, потому что снято много. Вот, а, например, для комедийных каких-то проектов, там, совершенно, ну, как бы, другой характер актеров и лиц подбирается, да, для каких-то авторских фильмов тоже, для каких-то, таких, для широкого проката популярных фильмов тоже, как бы, определенные направления. Свои нюансы, в общем, впрочем. Конечно, да, для каждого проекта, вот, есть свои направления поиска актеров. Вот, есть ли какая-нибудь работа, которая была для вас вот самой сложной по подбору актеров, которая на память приходит? Какая-нибудь самая сложная задача стояла найти какого-нибудь, я не знаю, интересного человека или, наоборот, какого-нибудь стандартного? Ну, да, но у меня были несколько таких проектов со специфическим кастингом. Например, я подбирала актеров, и не только актеров, персонажей для фильма «Палата номер 6» – это Карена Шахназарова, вот, в котором в главных ролях снялись Владимир Ильин и Алексей Вертков. Вот, и мы снимали этот фильм в настоящем психоневрологическом диспансере, там, в Подмосковье, под Дмитровым. Вот, и на роли вот душевнобольных режиссер хотел, ну, максимально каких-то правдивых, ну, как бы, актеров или персонажей, да. Вот, мы, конечно, пробовали актеров, разных актеров, которые играли, там, пробовались на разные эпизоды, вот, но в какой-то момент решили попробовать настоящих ребят, которые там живут, они там живут постоянно. Вот, и я ездила в этот диспансер, он находится в очень красивом месте, в старинном монастыре, вот, прямо на территории монастыря располагается эта, как бы, больница. Вот, и проводила интервью с этими ребятами. Это было, с одной стороны, очень интересно, вот, потому что, ну, там такой очень необычный мир, который, если его раскрывать, раскрывать, в общем, становится и страшно, и интересно, и плакать хочется, и сочувствуешь очень этим людям. И, конечно, внешне они все тоже очень интересны, потому что, ну, у каждого из них своя болезнь, которая откладывает отпечаток на лицо. Там есть своя специфика. Вот, и, пожалуй, наверное, вот, по душевным каким-то затратам это было сложнее всего. В итоге у нас несколько ребят снялись, вот, в эпизодах, и, ну, по фону точно там у нас эти ребята были. Вот, и в кадре были. Фильм нужно определенное количество актеров. Вот сколько, примерно, человек участвует в одном кино, и скольких вы просматриваете, чтобы отобрать вот этих самых актеров фильма? Ну, опять же, зависит от сценария. Ну, вот в среднем тогда. Ну, даже такой цифры нет. Вы знаете, да, потому что, например, чтобы не собрать, на проект «Брестская крепость» у меня где-то было порядка, ну, мы же составляем список актеров, да, роли, 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 второстепенные эпизоды и так далее. Вот, там могло дойти до 80, как бы, наименований, да. Вот, среди них главных там у нас было человек 10, и там второстепенных еще человек 20-30, и там каких-то разовых и так далее. Вот, а существуют такие камерные истории, ну, собственно, палата номер 6, такая очень небольшая, там, по-моему, около 30, вот, 20 и так далее. Я, например, делала еще такой кастинг на проект, который, по-моему, сейчас он выходит под названием «Двое». Так там всего два героя, герой-героиня, и еще плюс там 5-6 вокруг героев. Все. То есть это очень маленькая история, и все вот на двух актерах держится. Ну, то есть очень разные сценарии. А вот, например, в истории, где вот 80 человек участвовало, вы скольких вообще просмотрели? На кастинге, наверное, приходило-то людей в разы больше. Ну, вы знаете, опять же, зависит от режиссера. Некоторые режиссеры смотрят, им нужно посмотреть всех актеров, да, вот, вот я хочу посмотреть всех актеров этого возраста и из них выбрать, вот. А некоторые говорят, нет, ты мне принеси, вот, там, не знаю, 5, но точно те, которые вот прям могут быть на эту роль. Вот, поэтому от режиссера здесь зависит. Когда я работала на проектах, комедийных проектах канала ТНТ, я три года отработала, значит, на самом канале и курировала много сериалов. Вот. Комедия вообще один из самых сложных жанров, вот, потому что играть смешно умеют далеко не все актеры. Вот. Поэтому там идут такие очень большие кастинги. Там могут доходить до цифры 500-600 актеров, там, особенно если это молодые актеры какие-то непрофессионалы, там, например, нужно найти 16-летнего или 16-летнюю девочку, да. Вот. То есть ты просматриваешь и профессиональных актеров-студентов, там, возраста до 22 хотя бы, да, ну, которые выглядят, как бы могут выглядеть на 16. И просматриваешь школьников, а школьников можно просмотреть очень много, пока ты найдешь кого-то такого талантливого, подходящего, типажного, по характеру, по всем делам. А есть ли какие-то сроки по подбору? То есть вот нужно, там, за две недели, например, да, весь актерский состав или вот какие сроки? Конечно, есть. Есть подготовительный период, съемочный период и постпродакшн. Называется после съемок, когда уже монтируется и сводится все по звуку, по всем делам. Вот. Раньше подготовительные периоды были более длительными. С опытом, наверное, вода сократилась время. Там и по полгода, иногда по году. Некоторые большие режиссеры могут готовить фильмы долго, там, полтора-два года, в зависимости от сложности проекта. Вот. Сейчас в среднем три месяца, там, четыре месяца. Ну, полгода – это если какой-то большой сложный проект. Вот. И вот за вот эти короткие сроки необходимо подобрать все роли, сделать и фотопробы, и кинопробы. И потом еще после того, как утвердят всех актеров, еще нужно им сделать, подобрать образ. Это грим, костюм, в общем, очень много еще подготовки. И сейчас очень маленькие сроки, конечно, для кинопроизводства. Особенно для сериалов. Это катастрофа. Поэтому часто страдает качество, потому что нет времени на подготовку. Как вообще вы попали в эту сферу? То есть такой профессии учиться на кейстинг-директора нет. Как вы туда попали? Ну да, это правда. Как у вас все начиналось? Ну, в моем случае это… Я сначала попала в съемочную группу. Вот. Меня привел мой знакомый, который сам работал в кино. Вот. И я посмотрела на состав съемочной группы. Тогда была помощница, по-моему, директора. Просто помогала, делала все, что мне как бы давали, поручали. Вот. И как-то сразу определилась, что там ни грим, ни костюм, ни художники, ни реквизит. Нет. Меня как бы интересуют актеры. И я следила за работой актеров и ассистента, который с ними работал. Вот. И в этой съемочной группе была прекрасная вторая режиссера, Вишневская Галина Феодосина. Старая киношница, советская школа, все. Она меня как-то взяла под крылышко и сказала, вот, есть на Мосфильме курсы по подготовке младших специалистов, ассистентов режиссера по актерам. Ну, там как бы разные, разные курсы. Вот второго как бы состава, да, ассистенты всех, всех цехов. Вот. Тебе надо пойти туда учиться. Ну, конечно, я решила, да, обязательно нужно пойти. Поступила, отучилась. Там три месяца теории, месяц практики. И все. И после этого я начала работать в этой профессии. Уже нон-стоп работаю, уже лет 14. Ничего себе. Я потом на этих курсах уже и сама преподавала, потому что, ну, как-то с Мосфильмом я тесно была связана. Десять лет как бы я работала в стенах Мосфильма. Вот. Вот. И несколько проектов было у Каренгиевича, Шахназарова. А он организатор этих курсов. Вот. И он как-то мне один раз поручил, вот, Ира, будешь мастером, один курс выпустишь, посмотрим. Я выпустила один курс. Мне безумно это понравилось. Вот. Это моя мечта. Я вообще в детстве мечтала быть учительницей. Вот. Потом он мне доверил второй курс. И вот три курса, в общем, ассистентов по актерам я выпустила. Да. Вы за кадром, ассистент по актерам. А вот не пробовались сами в кадр. То есть не сами не проходили этот кастинг, который проводится? Ну, вы знаете, кастинг я не проходила. Вот. Потому что я к этой профессии отношусь очень серьезно. Вот. Я не считаю, что у меня есть актерский талант, поэтому я сама в кадр не стремлюсь. Но у меня два раза был такой опыт. Первый раз на моем первом проекте, естественно, да, когда я еще не знаю всей этой кухни толком. Думаю, ну, хорошо, вот на этот маленький эпизод, не будем искать актрису, я сяду в кассе, буду кассиршей. Вот. И когда я села в кадр, и начали разбирать сцену, начали репетировать, я только в тот момент поняла, боже, на что я подписалась. Это вообще, это не мое, я не актриса, у меня черти что получается. В общем, это правда, это профессия. Этому нужно учиться или это как бы такой врожденный талант. Вот. А второй раз у меня случилось это на картине Александра Анатольевича Прошкина. Там просто такая форс-мажорная ситуация, когда нужна была актриса на роль секретаря. Это придумалось на площадке, и уже никого не вызвать, через час нужно уже в кадр. И, в общем, Александр Анатольевич сказал, Ира, сядешь ты. В общем, я села в кадр, и что-то опять пыталась сыграть. И поняла второй раз, что все, я больше никогда в жизни не пойду в кадр. Я вот за камерой, вот это мое. Я могу оценить работу актера, а самой быть актрисой я не хочу, не стремлюсь, не мое. На нашем кинофестивале уже посмотрели какие-нибудь фильмы вообще? Вот впервые в Чебоксарах? В Чебоксарах я впервые. Прилетела вчера вечером, и первое, что вот у меня мастер-класс, поэтому я еще не успела посмотреть. Но я посмотрела программу. Не знаю, получится ли у меня сходить на какое-то этническое кино, да, национальное. Очень, конечно, интересно. Попробую, может быть, сегодня вечером успеть. Но хочу посмотреть фильм моего, ну, можно сказать, друга. Виталия Суслина. Мы вместе работали с ним. Как раз на проектах Шахназарова. Он его ученик. И я знаю, что он уже второй раз привозит сюда свое кино. Вот я обязательно схожу, посмотрю его фильм. После нашей встречи. Возвращаясь к кастингам, вот хотелось бы поговорить, как вообще себя чувствуют, я не знаю, актеры, которые приходят на кастинг? Что им важно знать, приходя на кастинг? Вот как побороть страх? Потому что наверняка каждый трясется, боится. Да. Трясется, боится действительно почти каждый актер. Даже многие актеры, уже известные, приходя на пробы, имеют такой некий мандраж. Но я считаю, что это очень хорошо, потому что тот, кто приходит самоуверенный, я все одним мизинцем, вот этого волнения, нерва нет. И как-то вот, ну, в общем, получается немножко ровно и не так интересно. Когда вот самое интересное в актерах, это же вот какие-то их недостатки, какие-то их, такие нескладности, какие-то их, ну, в общем, что-то такое вот шероховатости, да? В характере, в психике, чем она как бы сложнее, тем интереснее, вот. А молодые, конечно, все приходят с волнением и на кастинг, и на пробы, на встречу к режиссеру. Как это побороть? Ну, честно говоря, такого прям секрета я не знаю. Конечно, я со своей стороны пытаюсь как бы успокоить, вот. Вот, но не так, чтобы совсем успокоить, потому что я вот считаю, что это волнение, оно, оно немножко необходимо, да, да, вот. Этим актер интересен, каким-то вот, в такой стрессовой ситуации, как правило, происходит какое-то такое проявление себя, поэтому это хорошо, я считаю. Вот что актер должен знать, как он должен выглядеть, может быть, вы тоже обращаете внимание на внешний вид. Ну, для этого, в общем, в помощь кастинг-директора, потому что кастинг-директор подбирает актера, вот, и вызывает его на пробы или на, просто на встречу с режиссером, вот. И я советую актерам всегда узнавать у кастинг-директора, если нет сценария предварительного, да, какая-то тема, как лучше выглядеть, как лучше быть одетым, да, там, быть, особенно актрисом, быть в каком-то ярком образе или быть, вот, без всего, грубо говоря, да, там, без макияжа и без каких-то причесок. Вот, обязательно нужно на пробы знать текст наизусть, разобрать его, понимать вообще, на что ты пробуешься, на какую роль. А не так, что по дороге на студию, ага, вот, вроде я как бы понял, о чем речь, и там я своими словами симпровизирую. Такое прокатывает очень редко, вот, потому что, как правило, вот, это, ну, короче, актеру нужно знать текст. Текст, это вообще самое первое, вот, правильно выглядеть, это второе, вот, и если идешь на встречу с режиссером, конечно же, нужно понимать, к кому ты идешь, почитать про этого режиссера, посмотреть его фильмографию, посмотреть его фильмы, чтобы, ну, как-то ты понимал, к какому режиссеру ты идешь, вот. Вот. Ну, такие самые основные правила. А так уже в разные тонкости, конечно, на каждом проекте свои. Надеюсь, эти правила вот нас посмотрят и пригодятся начинающим актерам. А так, Ирина, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, мы общались с кастинг-директором Мосфильма Ириной Лаврентьевой. До свидания. Все хорошо.